Прославленный всеми наградами, какие только возможны в кино и театральной среде актер и режиссер, а также худрук губернского драмтеатра Москвы Сергей Безруков сегодня именинник 47 лет. Важно не терять азарт в жизни. У меня нет ощущения, что я устал. Черпаю силы в семье. Рад, что в свои 46 лет еще способен удивлять себя и поклонников. Давайте же узнаем, чем может удивить нас актер Сергей Безруков. Детство. Актер Сергей Витальевич Безруков, тот, который сын актера Виталия Сергеевича Безрукова был назван не в честь деда, как можно было подумать, а в честь любимого поэта его отца, Сергея Есенина, которого ему довелось сыграть. Родился Сережа в Москве 18 октября 1973 года. В школе, помимо участия в школьных спектаклях, Сергей учился игре на гитаре и любил рисовать. Даже получил профессию художника-исполнителя оформительских работ. Карьера. После школы Безруков окончил актерское отделение МХАТа. Учился у Олега Табакова, в чей театр и был принят после получения диплома. Но успевает актер играть не только в табакерки, но и в других московских театрах. А с 2014 года работает художественным руководителем Губернского драматического театра. Что касается кино, нет смысла тут перечислять роли Безрукова. Наверняка буквально каждый человек припомнит минимум пару-тройку среди более 60 киноролей Сергея. Кто-то может сказать, надоел уж этот Безруков, он везде, куда ни плюнь. Но с другой стороны, это ведь доказательство его таланта. Ну не будут режиссеры звать в свои картины кого-то просто потому, что актер популярен и сможет привлечь внимание к их фильмам. Может быть дело все же в профессионализме и большом опыте, который ценят режиссеры. Осудят его работу пусть критики. Безруков – певец. Казалось бы, как при такой занятости можно успевать заниматься чем-то еще? Но Сергей пару лет назад еще и запел. Исполнил свою детскую мечту. Создал рок-группу ровно в свой день рождения 17 октября, назвал ее «Крестный папа» и поет песни, по его словам о самом важном, о радости жить и о любви. Почему «Крестный папа»? Потому что так называют Сергея и его артисты в губернском театре. Ездит Сергей на гастроли со своим безруков шоу, в котором поет песни на стихи Есенина, песни Высоцкого, песни из фильмов, в том числе «Береза» из сериала «Участок» и даже исполняет поэму Евгения Онегин в рок-версии. Семья, конечно же, такая активность в работе приносила свои плоды и армия поклонниц актера всегда была велика. Сам Сергей всегда хотел создать крепкую семью, как у его родителей и смог это сделать в 27-летнем возрасте. 15 лет с 2000 по 2015 годы женой Сергея была актриса Ирина Безрукова. Она илона 8 лет старше, развелась с мужем Игорем Ливановым ради Сергея, забрала сына и переехала к Безрукову. Союз был прочным и счастливым для взглядов со стороны, хотя детей в браке не было. А еще сильным ударом для обоих стала внезапная гибель сына Ирины, которому было 25 лет. Ирина и Сергей развелись, но сохранили хорошие отношения друг с другом. В 2016 году Безруков повторно женился, на режиссере Анне Матисон и в том же году впервые стал отцом дочки Маши. Это большинство людей думали, что впервые. На самом деле, у Сергея есть еще два детей – дочь Саша, 12 лет, и сын Ваня, 9 лет, от актрисы Кристины Смирновой, с которой актер играл в фильме «Есенин». Других своих детей я также люблю, поддерживаю и помогаю, так что семья у меня теперь большая. Но мне по-прежнему не хотелось бы это особо афишировать, только для того, чтобы уберечь их от нездорового внимания, которое вредит развитию ребенка. Роман с матерью своих детей был тайным, когда Сергей был женат на Ирине. Опять же, не нам его судить, но Безруков помогает их воспитывать, и сейчас дети с мамой Кристиной живут в Великобритании. А почти два года назад у Безрукова родился второй ребенок от супруги Анны, сын Степан. Так что Сергей – счастливый отец четвертых детей. Действительно счастливый, потому что проводит много времени с детьми и по-настоящему ценит это время, честно признаюсь, что такой отец, понял только сейчас. На самоизоляции мы пять мессиев были вместе с семьей, и я впервые услышал, как сын сказал мне папа. Это ощущение до слез. Или когда ты укачиваешь их. Так и живет знаменитый актер Сергей Безруков, играет, руководит, поет и растит детей. С днем рождения, Сергей! О счастье нельзя громко говорить. Спугнешь! У меня сейчас есть все, что я хотел. Я благодарен за это судьбе. PS завтра, 19 октября, зайдя на канал, вы окунетесь в мир мексиканской актрисы Вероники Кастро. Актрисе исполнится 68 лет.